всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел модуль связи wi-fi двух диапазонный envy для того чтобы установить ноутбук вместо существующего во время покупки то есть мы будем устанавливать в toshiba a661en поменяем 1 диапазонный wi-fi bluetooth 2.1 на двух диапазонный wi-fi bluetooth 4.0 поставляется вот в таком варианте пришло как обычно в желтом пакете внутри желтого пакета находились следующие составляющие первых инструкция на английском китайском языке дальше два винта для того чтобы установить непосредственно на плату и закрепить только не уверен подойдут к той резьбе которая существует в toshiba внутри непосредственно находится вот такой модуль единственно хочу огорчить пользователей и владельцев ноутбуков hewlett packard hp и lenovo данный модуль не на все их ноутбуки ставится связано с тем что внутри биосе прописаны определенные модули а именно карты wi-fi поэтому на эти ноутбуки вы их не установите а установить только на те ноутбуки на которых в биосе стоит чистый лист то есть можно поставить любые модули wi-fi да и еще один момент то есть их рекомендуют ставить на процессоры именно четвертого поколения хорошо они работают мы попытаемся поставить на ноутбук которым недавно ставили процессоры именно первого поколения в настоящее время стоит первого поколения core i7 840 qm давайте приступать давайте проверим скорость загрузки и отдачи на wi-fi модуле который установлен непосредственно внутри данного ноутбука а именно характеристики вот указаны здесь то есть себя представляет модуль wi-fi измерять мы будем стандартными средствами speed test один проход уже дело показал следующие результат давайте сделаем еще один проход первый проход был сделан без нагрузки имеется ввиду видео написала 2 проход непосредственно получили такие результаты видеопылка позävать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь видим как карта Wi-Fi модуля и Bluetooth определилась непосредственно в диспетчере устройства В данном варианте Возможно если возникнут какие-то проблемы Ну например не будет определяться Bluetooth То в этом случае рекомендуют заизолировать например контакт 51 Если проблем нет с Bluetooth то оставляем без изменения Ну а если проблемы с Wi-Fi то не включается он стандартными средствами ноутбука А именно соответствующими кнопками То тогда в этом случае поступаем следующим образом То есть заизолируем 20 ножку Кстати у меня Bluetooth и драйверы определились без проблем То есть он этот модуль заработал Причем драйверы Wi-Fi определились автоматически Драйверы Bluetooth пришлось через сеть искать эти драйверы Bluetooth включался без проблем А вот Wi-Fi кнопки не реагировали Адаптер был но не видел сети Ну в результате я заизолировал вот этот вот 20 контакт В результате все заработало И сейчас я вам демонстрирую эту работу Ну а если не помогли эти два варианта Ну значит данный модуль вам просто не подходит Давайте посмотрим характеристики подключенного Wi-Fi модуля Которые представлены вот в этой закладке в Аиде все 4 экстрема В предыдущем варианте поверьте на слово Здесь было не 300 не 270 а всего 70 Также в спокойном состоянии я провел тестирование в стандартном тесте Единственное на внешнюю сеть показала вот такие результаты Давайте сейчас тоже проведем еще один тест Уже в загруженном состоянии когда у нас пишется видео с экрана Вот мы получили следующие результаты Как видим скорость высокая Но все еще зависит от того как задружены сеть и так далее Всем спасибо за внимание Кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок До следующего видео И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok